Москою уже накрыла прилично. Мама после войны не работала, мама была красавица. Но не работала не потому, что она красавица была, а потому что отец не мог сам себя обслужить. Даже когда он уже вернулся в театр, он, как Моресев, научился ходить. У него было ранение тазобедренного сустава, у него не было подвижности в тазобедренном суставе, а за год лежание в гипсе и подвижность потеряла и коленный сустав. Но он как-то разработал, вернулся на сцену, стал заслуженным артистом. Я горжусь этим. Я стал плавать, пловцом был, ватерполистом. В юношах устанавливал рекорды какие-то юношеские, спартакиаду школьников выиграл. Отец меня гордился. И очень не хотели, чтобы я был актером. Ни за что. Ну, не хотели, я пошел в институт физкультуры. Вот. Поступил в Ленинградский университет. Там нужен был вратарь. В команду. Бревесник. Поэтому я и поступил. И учился на двух факультетах. Днем на журналистике, вечером на английской филологии. И так три года я отправился в Москву, в газету «Комсомольская правда» набиваться на практику. Пришел туда. Там завод. Какую дверь не откроешь. Все по телефону говорят, что-то пишут. Красота. Я пошел в отдел информации. Они меня посмотрели. Говорят, ну а что умеешь? Я говорю, да я ничего не умею. Ну вот фотографирую. И перенес такие пленочки. И сидит Волик Арсеньев. Вот он, Севолод Михайлович Арсеньев, замечательный журналист и фотограф. Я ему даю карточки, эти негативы. Он смотрит, смотрит. Потом поднимает глаза и говорит, ну что, резко. Это была оценка моей работы. Тем не менее, они меня взяли. И я стал, как бешеный, там работать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло? Ну и хорошо, не дождался кто-то. Начало моей такой журналистской работы, это был 1972 год, когда я придумал вот эти фотографии с подписями. Возник жанр. Собственно, этот жанр продолжает жить. Это человек. Достоверный человек. Фотография и иллюстрация. От неуверенности, я думаю, что было. Потому что я писал о хороших людях и боялся, что мне не поверят, что они такие хорошие и странные. Поэтому я их фотографировал, чтобы было понятно, что они существуют. Журналистика позволила мне входить в дом без рекомендаций, общаться с людьми, и я влюблялся в них, и, может быть, влюблял в себя. И написав материал, я большей частью не оставлял человека, мы поддерживали отношения. Таким образом возник вот этот круг моих друзей. Но они были старше многие меня, поэтому уже многих нет. Все лучшее во мне, мне не принадлежит, принадлежат моим друзьям. Начал я в «Комсомольской правде», это было давно. Потом я перешел в литературную газету. Потом я работал в «Общей газете» у Егора Яковлева. И в «Общей газете» ко мне подошел Муратов, Митя, главный редактор новой газеты, и сказал, давай переходи к нам. Я ему сказал, я работаю сейчас, Митя, в предпоследней газете, в «Общей». А потом, когда закончилась «Общая газета», я пришел сюда, и это последняя газета, в которой я работаю. Я больше ни в каких газетах работать не буду. А здесь буду работать до той поры, пока меня будут терпеть и любить, и я смогу работать. Я могу сказать, что у любой газеты, а в данном случае повезло новой газете, фантастическим образом. Заполучить себе в качестве обозревателя Юрия Роста. Для меня это то же самое, что если бы здесь работал Эрнест Хемигои, Сергей Довлатов или Пушкин Александр Сергеевич. Было у этих людей, а сейчас есть у Роста главное качество и главная функция жизненная, на мой взгляд, просто сумасшедше важная. Вот у нас страна злая. Она просто такая злая. По каким-то своим бытовым проявлениям, по государственным, общественным проявлениям. А Рост всему этому противопоставил прекрасный гуманизм. Гуманизм и радость. У нас с Ростом есть любимая книга, книга Джонатана Фойера «Полная иллюминация», которую перевел наш коллега Василий Арканов. Там придумана одиннадцатая заповедь, там придумана. Она звучит так. Не изменяйся. Вот Рост не изменяется. У нас в редакции висят его штаны рядом с выставкой, в которых он снимал еще ту трагичную олимпиаду в Мюнхене больше, чем четверть века назад, когда захватывали террориста израильскую команду. Вот те джинсы, в которых он был там, они целиком соответствуют его нынешнему размеру. Он не изменяется. Играет музыка Он был такой чрезаводчик Боткин, у него были дети, врачи. И вот здесь, в этом помещении, была конюшня. А так я ее и назвал. И с Божьей помощью мы ее привели в порядок, населили живыми существами. Я, как муравей, натаскал сюда всякой ерунды. В конюшне вообще такой дух хороших людей. Здесь дурных-то и не бывало, по-моему, ни разу. Если случайно кто изобретал, то не задерживался. И каждый оставлял в этом месте что-то зримое или незримое. Это не имело значения. Эта вот конюшня, она хранит дыхание этих людей. И долгое время стены были пустыми. Потом, после большой выставки, я повесил сюда фотографии людей, которые мне были дороги. Дружба – это такое чувство обоюдное. Не бывает односторонней дружбы. Это место этим населено. Это не обязательно знаменитые люди. Большей частью даже не знаменитые. Просто это хорошие, как Хлатонов говорил, достоверные люди. Вот это такой заповедник достоверных людей. Но не заказник. Здесь никого нельзя отстреливать. Можно только любить, выпивать, курить, беседовать. Галерея его портретов. Это музеи. Это эпоха. Охватывает это около ста лет жизни страны. Если порожде, да больше. Если брать с момента рождения, я не знаю, Виктор Борисович Скловский, 1885 года рождения. Представляете, что это такое? А эта галерея такая гигантская. И тексты к ней потрясающие. Я хочу вам показать единственную совместную работу. Нашу с Бобой. Вот она. Да. Это абсолютно уникальная вещь. Это разворот литературной газеты, которую от руки написал и нарисовал Жутовский. Это игра в путь. История, значит, была такая. До 19 августа 1991 года произошел путь. Это не то, чтобы образ такой. Вот тут человек должен склеить кубики, вот фишки и играть. Вот там условия игры. И прямо выбрасываешь кубик, попадаешь. Ну и как в детских играх. Где-то вперед, где-то назад, где-то вот прямо в матросскую тишину можно проскочить. Еще куда-то.